Только один способ остался у Утхавы, чтобы потушить пожарогазлуки у гопи. И что это за способ? Это слова Кришны. Когда он повторял эти слова Кришны, гопи успокаивались. Поэтому Утхава просто повторял слова, сказанные Кришнею. Снова и снова он повторяет эти слова. И когда Утхава произносит эту нектарную Кришна-катху, страдания гопи уменьшаются. Невозможно потушить лесной пожар, пока не начнется проливной дождь. Также гопи от боли разлуки с Кришной страдали очень сильно. Эта разлука причиняла им огромное страдание. Подобно лесному пожару. И поэтому Шукадева Госвами говорит, Татастра Кришна-санга-сары. Слушаем Кришна-катху, Вира-хаджвара. Это пламя разлуки, которое было в гопи. Оно уменьшалось. Но полностью этот пожар разлуки, он не исчезал. Что оставалось? Они не могли получить счастье Миланы. Или не могли забыть это счастье Миланы. Боль разлуки уменьшалась от слушания Кришна-катхи. Вот это оставалось. Гопи, они всегда с Кришной. Но почему тогда мы говорим о разлуке? Гопи всегда думали, что находятся с Кришной. И Кришна, он всегда считал, что он находится с гопи. Но Кришна ведь отправился в Матхуру. Это заблуждение. Кришна не может покинуть гопи. И гопи не могут покинуть Кришну. Допустим, во сне человек видит, что что-то происходит. И думает, что это реальность. То есть, на самом деле, вот это происходит. Но, проснувшись, он понимает, что все это неправда. И вот эта разлука, она подобна сну. Мы спим. На самом деле, мы не разлучены с Кришной. Придя в сознание, мы понимаем, что разлуки нет. Гопи так думали. Раньше мы резко говорили с Утховой. Теперь надо очень ласково обращаться с ним. Утхова подобен Кришне. И теперь гопи, они оказывают почтение Утхове. Утхова оставался во Враджи около 10 месяцев. И оставаясь там, он увидел, какова боль разлуки с Кришной у гопи. Говоря о Кришна-катху, он старался уменьшить эту боль. Зачем вообще Утхова приехал во Враджи? Только для этого. Только чтобы уменьшить боль разлуки гопи. И когда гопи внешне проявляли эту боль, Утхова говорил им Кришна-катху. Голос Утхова был очень сладок. Когда мы слушаем Кришну-катху, она входит в глубину нашего сердца. И так, слушая Кришну-катху, гопи могли понять, насколько развилась их любовь к Кришне. То есть, в процессе слушания этой Кришна-катхи происходит так, что мы видим, что там происходит в глубине сердца. И, слушая Кришну-катху, гопи, они могли видеть, что происходит в глубине их сердца. Насколько развилась их любовь к Кришне. В разлуки приходит полная реализация осознания, которая приносит нам очень много счастья. И гопи смогли понять это, слушая Утхову. Они ощутили счастье вечного единения с Кришной. И тогда все их скорби ушли. Они, а вернее он, Утхова, говорил не только Кришну-катху. Он также говорил А, не только говорил Кришна-катху Гопи. Он также говорил эту Кришну-катху Нанди и Шоди. И, слушая эту Кришну-катху, их вироха также уменьшалась. В сердце они чувствовали много счастья, блаженства. Утхова, он Бхакта Срештин, он величайший Харидас. И Бхакта высочайшего уровня может хорошо говорить Кришну-катху. Когда звучит эта Кришна-катха, то происходит Кришна-лила. И все присутствуют, все чувствуют это присутствие Кришны. Все, кто присутствует, чувствуют это. И пока Утхова находился во Варадже, он говорил о Кришне. Он долго находился во Варадже. И он долго говорил Кришну-катху. Но ему казалось, что прошло совсем немного времени. Когда есть скорбь в нашей жизни, какие-то страдания, беспокойства, время тянется очень долго, медленно. Когда же человек испытывает счастье, время пролетает очень быстро. И так как он Утхова постоянно говорил Кришну-катху, время казалось очень коротким. Ему казалось, что несколько дней он всего провел в Варадже. Находясь во Варадже, он побывал в разных местах. Он увидел там все. Иногда он был в Кунжах, иногда рядом с Калинди или у Гаватхана. Он видел, как деревья дают прекрасные цветы, плоды. В месте, где Кришна проводил Лилы, Утхова приятным голосом рассказывал о Кришне-Лиле. Так хорошо он говорил, что казалось эти Лилы, они снова появились. В Ваджабасе чувствовали, что Кришна снова проводит Лилы сейчас. И Утхова так выполнял обязанности настоящего Харидаса. Потому что, если кто-то становится Харидасом, он занимается только тем, что прославляет, постоянно прославляет Господа Хари. каждый день, каждое мгновение, Утхова говорил Кришна Катху. Утхова это послание Кришны. И так он выполнял свою обязанность. Он говорил Кришну Катху и уменьшал веру Хатапу всех жителей в Раджи. Он хорошо исполнял свои обязанности. Раньше у Утхова была гордость. Он гордился. Он думал, что много знает, что у него много бхакти. Но у него не было према-бхакти. И поэтому Кришна послал его во Вриндаван, чтобы Утхова смог понять, что такое према-бхакти. Побывав во Вриндаване, он непосредственно своими глазами увидел, что такое према-бхакти. Он осознал, что такое Махабхава Гопи. Утхова также слышал слова Гопи, наполненные Махабхавой. А не он ничего не знал о Махабхаве. И спонтанно он развил бхакти по отношению к Гопи. Потому что у Гопи была эта Махабхава. Он наблюдал трансцендентное влечение Гопи к Кришне. Он думал, я стал очень удачлив, оказавшись здесь во Врадже. И он развил желание полностью предаться лотосным стопам Гопи. Он понимал, что Гопи никогда не примут его поклонов, не примут таким образом его. И он размышлял, как сделать это. и в итоге в своем уме, в своей речи он делал это. Перед тем, как поклониться, Утхова думал, я к шатри. Я должен кланяться только брахманам. Но они ващи, да? И к тому же они женщины. Как же мне кланяться? Многие обвинят меня. Они скажут, что я действую против шастра, что я совершаю оскорбление. Но я смогу хорошо ответить на это. Я скажу им, в этом материальном мире только Гопи достойны поклонения. Только им надо кланяться. Потому что только Гопи квалифицированы, достойны принимать поклоны в этом материальном мире. Вечные спутники Бхагавана Кришна, они являются объектом поклонения. На самом деле Бхагавану очень нравятся дорогие его спутники. И поэтому он приходит с ними всегда сюда. И поэтому если вы хотите кому-то поклониться, то кланитесь вечным спутником Бхагавана Кришны. Но тогда возникает вопрос. Кто занимает самое высокое положение среди спутников Бхагавана Кришны? Перечисляются Нанта Махарадж Ишода Маха Гопи Бхагта Сэшта Величайший Бхагта То есть величайший из тех, кто имеет физические тела. На самом деле очень многие люди стремятся к освобождению. Но многие ли стремятся служить Кришне? А тем более многие ли стремятся служить Кришна-бхактам? Большинство не способны служить Бхагавану Кришне и его Бхахтам. У них нет права. А без права человек не сможет служить Бхагавану Кришне. Поэтому вот это право, это чувство это наиболее важная вещь. И теперь Утхова он понял это. Он понял, что у него нет никакой права к Кришне. У него есть какой-то Бхакти, но вот это права, вот этого чувства у него нет. Когда он пришел к Гопи, к жителям Бхаджи, он смог понять, что такое Маха-бхава, настоящее бхава. Это из лекции Шишипат Читания Чандры Прабу 01-08-2018 18-го.